Инвалиды и их индивидуальные помощники массово пришли на Кривенко-25. Прошлогодняя проблема в 2020-м только обострилась. Люди считают, что сопровождающим за нелегкий труд платят мало. Просят внести изменения. Какие, узнал наш корреспондент. Актовый зал на Кривенко-25 переполнен. Стоят люди даже в коридоре. Все принесли заявление. Они просят исключить третье лицо и заключать договора напрямую между городским экиматом и соцработниками. Считают, что через поставщика несут значительные потери. Например, Валентина Погребцова за своим сыном ухаживает уже 8 лет. Говорит, последние 3 года платят за нелегкий труд мало. Нам в прошлом году 258 поставили, а фактически платили 235. То есть 32 тенге с часа с одного человека шло вот этой фирме. А инвалидов 750 человек. Представьте, какие деньги они имеют. За что? В Караганде, в Астане, в Алмате совсем другая оплата. Там нет маршрутных листов. Там 8 часов за фактически отработанное время. 8 часов ставят. И зарплату они получают согласно 358.26. Лист сопровождения введен в этом году. Индивидуальным помощникам необходимо теперь отчитываться за проделанную ими работу. На сегодняшний день в Павлодаре около 800 инвалидов, которые нуждаются в сопровождении. Для этого на 2020 год в городском бюджете запланировано 324 миллиона тенге. Поставщика определили еще в 2019-м. Заработная плата индивидуального помощника должна соответствовать заработной платы социального работника, но не ниже минимальной заработной платы, которая утверждена сегодня на территории Республики Казахстан. И составляет 42 500 тенге. Теперь поставщик просит у них отчетность по сопровождению. Это тоже на сегодняшний день является одним из правомерных мер, потому что сейчас рассматривается вопрос в Министерстве труда о предоставлении данной услуги через портал. Сегодня инвалидов заверили, портал социальных услуг заработает в 2021 году. Там они смогут увидеть перечень услуг, предоставляемых бесплатно, и выбирать поставщиков по каждой категории самостоятельно, включая индивидуальных помощников. А на 2020-й тендер уже разыгран. Азиза Исаба, Антон Тыщенко, телекомпания Ирбис.